Сегодня мы готовим запеканку из фарша. Сытный и быстрый ужин из картофеля и мяса, я вам гарантирую, очень вкусно! Друзья, всем привет! Вы на канале Рецепты в гостях у Вани. И сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный мясной пирог. Для этого пирога тесто делать не нужно. За основу мы сегодня возьмем пюре, а также говяжий фарш. Можно использовать также свиной. Здесь примерно 400 грамм. Все граммовки будут к описанию под видео. Из овощей мне понадобится свежезамороженный горошек, морковь, сельдерей, лук, водя, чеснок. И специи буду использовать. Кимьян, соль, перец по вкусу, лавровый лист и томатная паста. Куриный бульон можно заменить просто водой и вуштерский соус. А для пюре мне понадобится немного сыра, несколько желтков, соль, перец по вкусу, а также масло. На хорошо разогретую сковороду. Кстати, для этого блюда лучше использовать большую сковороду, либо кастрюлю, потому что мы будем готовить очень вкусный соус. И здесь нужен большой такой объем, чтобы удобнее было работать. Добавляю немного масла. Я использую обычное подсолнечное. Масла слишком много не нужно, потому что фарш довольно жирный. И распределяю хорошо по сковороде. Сейчас его нужно хорошо прожарить до красивой золотистой корочки. Для пюре мне понадобится примерно полкилограмма картофеля, который уже варится на заднем плане и обжаривается в фарш. А в это время я нарезаю овощи. Необходимо нарезать мелким кубиком, желательно одинакового размера, для того, чтобы готовилось более равномерно. Сейчас нарезаем на такие полосочки морковь. И уже таким вот кубиком сейчас буду резать. Вот такой размер мне необходим. В принципе, ничего сложного в этом блюде нет, потому что овощи и мясо берем в одинаковых количествах. А также можно все натереть и на терке. Но мне нравится, когда нарезано мелким кубиком. Это уже по желанию. Сельдерей нарезаем мелким кубиком. Также добавление его в блюдо по желанию, потому что он обладает сильно ярко выраженным вкусом. Мне кажется, сочетание моркови с сельдереем, а также с луком, придает этому пирогу неповторимый вкус. Пирог называется, оригинальное название, пастуший пирог, и он относится к английской кухне. Вместо говяжьего фарша используют фарш баранины. Ну, с говяжьим фаршем получается тоже очень вкусно. Лук нарезаю мелким кубиком. Также можно натереть на мелкой терке. Но мне кажется, больше текстуры в блюде, когда все нарезано мелким кубиком. Сейчас фарш у меня хорошенько подрумянился. Это важно, уже нет ничего красного. И должна быть такая вот красивая поджарочка. Вот хочу вам показать, это очень важно, потому что в этом содержится весь вкус. Добавляю немного соли, перца и лук. Если хотите, можно сейчас фарш убрать на отдельную тарелку, либо слить жир. Если сильно много жира, тоже не нужно. Но у меня фарш не сильно жирный. И добавляю лук. Первый лук для того, чтобы он получился румяный. Лук пошел у нас, и потом будут следующие овощи. Сейчас выдерживаю примерно среднюю, либо чуть-чуть ниже средней температуры на сковороде, для того, чтобы лук жарился равномерно. И приступаю к пюре. Воду я слил. И для этого рецепта я добавлю несколько куриных желтков для цвета, а также сливочная масса. Сливки добавлять не буду. Умельчаю картофель. Он выглядит, как будто сейчас немного суховат. Так и должно быть. И добавляю массу сливочную. Я бы сказал, у меня здесь примерно 80 грамм. Хорошо так перемешиваю. Получается очень сливочное и вкусное пюре. Масло у меня уже соленое немного. Так что соль я добавлю буквально щепотку. А также перец по вкусу. Для цвета два куриных желтка. И хорошо перемешиваю. Такая красота получается. Если хотите, можете не добавлять желтки. Но с желтками получается совершенно другой цвет. Презентация пирога будет у нас сегодня на высоте. Вставляем пюре немного в сторону. И займемся дальше соусом для этого вкусного пирога. Посмотрите, как у меня поджарился сейчас лук. Такая консистенция должна быть. Ничего сильно здесь не горит. Но лучок уже получил красивую кармелизацию. И добавляю остальные овощи. Морковь и сельдерей. На этом этапе температуру можно немного увеличить уже. И сильно долго эту часть овощей жарить не нужно. Добавляем мелко нарезанный чеснок. Хорошо перемешиваем. И чеснок должен сейчас прожариться буквально минутку. И после того, как вы почувствовали аромат чеснока, делаю углубление на сковороде. Обжарить немного томатную пасту. Она тогда открывается, становится нерезкой и очень вкусная. Добавляю ее сюда в центр и обжарю минуту. Все очень хорошо перемешиваем. И вот сейчас время добавить муку. У вас должна получиться вот такая консистенция. Все очень красиво. На сковороде ничего не горит. Если муку добавить чуть позже, могут быть комочки. Вот в этот момент ее именно нужно и добавить. Можно не добавлять, но с мукой получается очень густой соус. Обязательно сейчас нужно хорошенько перемешать со всеми овощами. Обжарить еще одну минуту. Не бойтесь, если начинает вот так немного приставать. Потому что сейчас мы добавим жидкость. Здесь обязательно нужно уже следить для того, чтобы ничего не пригорело. Потому что буквально через минутку самое время добавить куриный бульон. Можно добавить говяжий, можно воду. Я решил добавить сегодня куриный. Если бульона будет недостаточно, я еще могу добавить воды. Но лучше добавить немного меньше, чем кажется. Вот должно сейчас получиться такая густая консистенция. Хорошенько все перемешиваю. И будем добавлять все самые основные специи. Это у меня сегодня будет лавровый лист обязательно. Несколько штучек. Соль, перец по вкусу. Можно добавить также и другие специи. Такие как хмели-сунели. Очень хорошо подойдет. Но вот мне кажется, основные соль, перец, тимьян для этого рецепта. Очень хорошо все сочетается. Ну а также нужно добавить вушерский соус. Если вы его не найдете, можете добавить немного соевого соуса. Но вушерский соус, он с кислинкой. Соевый со сладостью. Учтите это, если будете заменять. Примерно 1-2 столовые ложки. Также все по вкусу. Всегда рекомендую добавить чуть меньше. А потом, если нужно, добавить больше. Вот перемешиваем. И сейчас все, что у меня на дне сковороды, я начинаю собирать. И температуру обязательно нужно сейчас уже уменьшить. Потому что блюдо нужно протушить примерно 7 минут. Через 3-4 минуты я заметил, что соус у меня немного густоват. Я добавлю воды. Но лучше опять же воды добавлять понемногу, чтобы контролировать густоту. Потому что ее потом очень сложно убрать. Добавляю еще примерно 100 мл максимум. Это блюдо очень хорошо подойдет также на праздничный стол. Отлично, как быстрый ужин. Потому что можно использовать замороженные овощи. Очень хорошо, кстати, подойдут. У вас должна получиться вот такая консистенция. Обратите внимание на этот мясной соус. Это не суп, но он жидкий. Не должно получиться слишком густое и не слишком жидкое. Потому что основа для этого пирога будет мясной соус. А сверху мы выложим пюре. Как оно выглядит. Сейчас нужно вынять лавровый лист. Для цвета и красивой презентации добавлю свежезамороженный горошек. Он придает также очень хорошую текстуру. И очень хорошо комбинирует с говяжьим фаршем. Которую можно полностью выключить, перемешать. И мы будем формировать наш мясной пирог. В этот момент рекомендую включить духовку примерно на 200-220 градусов. Она понадобится нам через несколько минут. А также мясной соус обязательно проверьте на вкус. Далее я беру огнеупорную форму. Можно взять порционные тарелки, которые можно отправлять в духовку. Для большого ужина рекомендую взять большую форму и перекладываю мясной соус. Посмотрите, какой вкусный у нас сегодня он получился. Не обязательно всю форму полностью заполнять, потому что мы будем добавлять сверху пюре. Если у вас немного осталось, у меня осталось примерно 25%, я буду использовать завтра. Делаю себе свежую порцию. А сейчас выкладываю пюре сверху на мясной соус. Можно сделать толще, можно тоньше. Как у вас должно получиться примерно? Я бы сказал, что 2 см у меня пюре и 3 см мясного соуса. Тогда получается очень вкусно. А сейчас самое важное – это презентация. Это блюдо уже готово, но мы сейчас его доведем до ресторанного уровня. Сейчас с помощью лопатки я хорошенько распределяю пюре. А далее беру вилку и делаю такие полосочки, чтобы было красиво. Сейчас прохожу поверху. И после того, как я закончил делать верхний слой, такую маленькую терочку и натираю сыр. Сыр лучше использовать твердого сорта. Я использую желтого цвета. Для этого пирога сыр лучше не зажареть, потому что будет очень красиво и аппетитно. Отправляем пирог в духовку до золотистого цвета. Я бы сказал, что примерно на 15-20 минут. Но после 10 минут лучше всего проверять. И, кстати, очень важный момент – лучше всего что-то подставить под низ. Потому что бывает, начинка немного начинает заходить за края. И чтобы ваша духовка была всегда чистая и красивая, лучше чего так подставить. Достал нашу мясную запеканку из духовки. И такая красотища у меня получилась. Сыр подрумянился, хрустящий. Посмотрите на эти слои. Сейчас очень, конечно, горячее. И я вам покажу, какой же пирог получился внутри. Потом отрежу красивый кусочек. Этот пирог получается, смотрите, прям как торт. Вот, таким блюдом можно накормить сразу всю семью. Нужно отделить это вот края, чтобы было очень аппетитно. Так вот, снизу. Вот он, какой получился. Ах, горячее, конечно. Сейчас перекладываю сюда, его на тарелку. Посмотрите, какой вкусный пирог сегодня мы приготовили. Получился очень вкусный. Как вы видите, начинка очень нежная, сочная и сытная. Пирог остается горячим очень долго. Можно подать на праздничный стол. Каждый отрежет себе порцию. Вот, хочу показать, какие слои. И как здесь у нас картошечка, здесь мясо. Я еще посыпал свежим тимьяном и немного зеленого лучка. Я уже попробовал. Рекомендую вам приготовить такой мясной пирог. Называется он также еще пастуший пирог. Английская кухня. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте все лайки для того, чтобы мне выработать такие вкусных, быстрых и сытных блюд. До скорых встреч. Пока!